Продолжение следует... 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 от вторичных поверлающих. Основные принципиальные водные органы нарушения варианта в нейро-трел überall гипернатриимический синдром, гипернатриимическое синдром. В рамку гипернатриимического ведущих место, естественно, занимает центральный несахарный диабет. Гипернатриимический синдром — это синдром неадекватной склеции лазопрессильного мозговой со性, и второй держащий синдром. Центральный несахарный диабет. При развитии центрального несахарного диабета необходима утрата 85% в клетках сепетирующих анти что здесь в гипоталамно-гипофизарной системе самое большое количество кровеносных капилляров на единицу площади мозга. И здесь очень активный кровоток, отсюда выделяется. А дальше уже в кровотоке он реализует свои эффекты. Все эффекты развиваются в результате связывания антидиуретического гормона вазопрессина со специфическими рецепторами, находящимися в клетках мыши. Вазопрессин при связи с В1 рецепторами почечных канальцев повышает проницаемость для свободной воды, что приводит к реабсорбции свободной воды, и моча концентрируется. То есть обратно в организм забирается свободная вода. Также антидиуретический гормон является облигатной вазоконстритором. Этот эффект реализуется через В2 рецепторы, которые находятся в сосудистой системе. Но ведущим стимулом для выделения антидиуретического гормона в кровотоке является холивание осмолярности, прежде чем гиперосмир. Меньше степени гиполемии, агентство вирующих. Центральный несахарный диабет – это дефицит вазопрессина. Основные клинические патофилологические события, которые этому сопутствуют, проявляются дефицитом жидкости, снижением ОЦК и гипернатриимическими состояниями. Пациент обезвожен, в нем многое дефицит антидиуретического гормона. Значит, на этом фоне происходит развитие полиуреи, так как свободная вода выходит через почки, из организма мочи становится много. Обезвоживается организм, плазма концентрируется, возникает гипернатриимическое состояние, предельный вес мочи, естественно, становится низким. Это важный диагностический припев. Необходимо сказать, что нужно для классической картины несахарного диабета, чтобы напочниковая недостаточность была компенсирована, то есть не было напочниковой недостаточности, потому что иначе не произойдет формирование гипернатриимического состояния, потому что натрий задерживается за счет функции напочников организма. Эту формулу никто не отменял, и она важна для интенсивистов, чтобы понять, как планировать свою инфузионную терапию. Вот формула, которая есть во всех справочных руководствах. Она довольно удобная и проста. Естественно, все интенсивные терапевты должны представлять вес своей пациенты, и вот при таком весе пациента при наличии такого унинатрия мы можем получить дефицит свободного отбора. В данной ситуации он составит 4 америка с атервитом. Естественно, эта цифра будет определять подходы к инфузионной терапии. Будет терапия. Естественно, необходимы не только баланс введенной бедной жидкости каждый час, оценка натрия плазмы, асполярность плазмы каждые 6 часов. Инфузионная терапия при гипернатриимии. Базовая инфузия осуществляется за счет раствора, содержащего 50 на 50, один к одному, 5% глюкозно-физиологический раствор, плюс определенное количество калия-хлора. Вот такая базовая скорость. При эпидемии полиумии на этом фоне дополнительно вводится объем, соответствующий потери в жидкости, физиологического раствора. Препараты вазопрессина, изместительной терапии. Таблетированные формы есть и есть. Сейчас при сайниксе, это вспрыскивание носа, такой спрей специальный. Десмопрессина отсутствует на данной ответе, но скоро, ну, это появится в нашем рынке. Понятно, что для интенсивных терапевтов и для реаниматологов важны препараты, обладающие протеральной формой и беды. При сайниксе, какие преимущества по отношению к таблетированным формам? Возможно, используются пациенты во время анестезии. При послеоперационной тошнотерии исключения, ставят пациенты оперированы трансферноидальным доступом из-за возможной отечности слизистого носового продукта. Также более эффективен и просто употребление у детей и несколько более быстрые действия в сравнении с таблетированным формами. Гипонатриемические синдромы. Два синдрома. Синдром неадекватной секреции вазопрессии. Но неадекватная секреция – это когда избыточно выделяется большее количество вазопрессии на кровь. Мозгового теряющий синдром. Надпочек недостаточно кратко коснил. Синдром неадекватной секреции вазопрессии. Первый описан в пророке. Это причина избыточно неадекватного выброса антибиотического кармона. Вне связи с осмотическими стрелями. Вот его клинические проявления. Происходит выброс, повышенный выброс антибиотического гормона. Естественно, происходит в организм задержка свободной воды. И организм наводняется. Мочи становится мало, она становится концентрированной. Плазма разводится свободной водой, снижается уровень натрия. Моча ведется, так сказать, высоким недельным весом. И натрий повышается. Дверь дюреса состоится за счет поведения натрия. В крови, естественно, повышается. То есть, в организме повышается объем санкулирующей крови. Он растает, снижается, разводится уровень натрия. Мозговая соль, теряющая синдром. Что это такое? Это потеря натрия с мочой в результате повреждения головного мозга. Механизмы до конца еще не выявлено. Ряд вещей, которые сводятся в некий такой единый блок. Это повышение действия натрия и течетых пептидов. Стресс-реакция почек с усилением кровотоков. И реакция ленин-ангиотензиновой системы. Вот клинические проявления. За потерями натрия происходит повышение терпотиуреза. И при этом снижается натрий плазмы. Но и происходит дегидратация. Упиливаем клинические сравнения мозгового соль, теряющего синдрома, синдрома неадекватной секреции вазопресина. Которые помогут в диагностике этих состояний. Принципиально здесь обезвоживание. Здесь, наоборот, избыточность жидкости. Дегидратация присутствует. Снижение, естественно, ЦВД. Натрий мочи в большей степени повышен. Это не принципиальный момент. Понятно, что подходы к терапии будут отличаться в этой ситуации. Также еще блоки диагностических проявлений. Сочетания, которые помогут разделить эти два синдрома. Для синдрома неадекватной секреции вазопресина типичен в применении гитин, включая гипертензия на имя артериальной гипотензии болевого синдрома, в отличие от мозгового соль, теряющего крови. И применение следующих препаратов. Корпопамид повышает чувствительность почных рецепторов к эндогенному вазопресину. Терапия с синдромом неадекватной секреции вазопресина. Естественно, по предыдущим слайдам понятно, что надо исключить состояние, которое также протекает сгиба на кремень носа безвожимого. Далее, при стабильном неврологическом статусе просто ограничивается введение жидкости. В мире используются антагонисты в этого рецептора вазопресину. Естественно, мониторинг всех параграфов, как и приводит синдрома водных кровотных повышений. При остром нарастании неврологической симптоматики, развитии коматоза в состоянии судорожных синдромов и быстром и непродолжительном снижении натрия, это очень важный момент, дальше вы это поймете, вводится гипертонический натрия флорид вместе с салуретикой. Терапия синдрома мозгового соль, теряющего синдрома. Коррекция дегидратации, натрий, содержащий раствор. И возможно использование минералокротикоидных гормонов на этапе резкого снижения натрия и потери больших натрий, чтобы усилить реабсорбцию натрия в почных каналах. Но длительная терапия флоткортизоном, минералокротикоидным гормоном, может приводить к отеку лимфа. Вот еще очень важный компонент, водный нарушение, это принципы коррекции гипонатриемии. Здесь важны некоторые понятия. Умеренно выраженные гипонатриемии – это натрий, колеблется в пределах от 125 до 135. Выраженные гипонатриемии – это натрий меньше 125 или резкое снижение уровня натрия в лазме, вот с таким темпом. При таких ситуациях возможен отек и летальный исход, отек мозга и летальный исход. Также выделяют острую гипонатриемию, длительность которой стоит не более 48 часов, и хроническую гипонатриемию, которая более 48 часов, или когда поступает пациент, и длительность гипонатриемии неизвестна. Зачем это надо знать? Если в гипонатриемии существовало короткий отрезок времени, то мозг компенсирует ситуацию, адаптируется к этому состоянию только за счет вывода электролитов из клеток мозга. И в этой ситуации возможна быстрая компенсация методами интенсивной терапии. Если же длительно существовала ситуация с гипонатриеми, то возникает, помимо выхода электролитов из клетки, также других астматически активных веществ. Мозг защищает свою клетку от условий гипонатриемии, от наводнения. И тогда быстрая коррекция недопустима. И вероятно развитие астматического повреждения мозга, которое называется мелинолизом, который лежит в основе мелинолиза. Осложнение гипонатриемии. Понятно, это резкое снижение, быстрое снижение нато. При быстрой коррекции хронической гипонатриемии, может возникать мелинолиз, как понтинная стволовая структура, так и мелинолиз в области больших порушарий. По сути дела, очаги могут быть в любой части мозга. Демилинизирующий синдром – это повреждение белого ущества моста мозга, а также других зон белого ущества мозга. Централ понтинный мелинолиз – мелинолиз в области моста. Приводят к тетрапорезу, дефициту черепа мозговых нервов, к псевдоблобарному синдрому. Факторы риска астматического демилинизирующего синдрома. А срочная диагностика гипонатриемии, сопровождающаяся нервологическими и дыхательными улучшениями, факт гипоксии, очень играет негативное значение. Сопутствующая гипоксия, слишком быстрая коррекция до нормы или гипонатриемии, сокутключающая алгоритм гипотрофии, длительный период гипонатриемии. Для предупреждения демилизирующего синдрома очень важен темп коррекции гипонатриемии. Острый гипонатриемий можно корректировать вот с такой скоростью. По сути дела, миллимольф в час. Хронический гипонатриемий не быстрее в 10 миллимольф в сутку, 0,5 миллимольф в час. Специфика. Теперь мы коснемся различных патологических состояний головного мозга и специфики водных кайф-нарушений при этих состояний. Вот такие приводятся особенности водных кайф-нарушений после удаления опухолей и озмаялеселярной опухоли. Возможно, так называемый транзиторный унисахарный диабет, который проходящий, перманентный, устойчивый. Также ряд авторов описывает трехпазных течений унисахарного диабета. Несахарный диабет, синдром неадекватной секреции влазопрессина и обратная трансформация в несахарный диабет. Подводим развитие изолированного соль-теряющим синдромом. Значит, транзиторный унисахарный диабет клинические проявления регрессируют в течение 12-48 часов после развития. Это транзиторный унисахарный диабет. Спонтанно регрессируют. Перманентный. Клинические проявления сохраняются в течение нескольких месяцев или остаются постоянно. Трехфазный унисахарный диабет. Первая фаза. Уреждение генниципальной структуры. Положение удаления опухоли. Снижение продукции антибиотического гормона в течение 1-4 суток. Затем вторая фаза. Происходит в результате скорейшего нарушения кровообращения. Некроз клеток гипоталамуса. Или просто зона, скажем, рядом зона операции. Отек, некроз, всякие компрессионные вещи. Гибель клеток гипоталамуса. И спонтанное высвобождение антибиотического гормона в кровь. Последующие 4-5 сутки. Вот 4-5 сутки. Потом 4-5 спонтанно выбрасывается антибиотический гормон. И транзиторно происходит регресс в проявлении несахарного диабета. Или даже СИАШ-подобное состояние. Ответив фаза, уже возникает значительное снижение или отсутствие продукции антибиотического гормона. И устойчиво несахарного диабета. Наши данные, которые мы анализировали у пациентов. Но надо понимать, что это пациенты, которые текут с осложнением. При осложненном течении. Есть пациенты, которые абсолютно отчетливо имеют изолированные синдромы. Которые даже в реанимацию после удаления опухолихиозмальной сферной области могут не попадать. Но если у пациента осложненное течение, если он имеет помимо проблем с водных этими нарушениями еще другие проблемы. И ему необходимо находиться в реанимации у тяжелых пациентов. Мы видим, что происходит особенность. Развините. Значит, в чем эта особенность? Особенность считается в трансформации синдрома. Мы при анализе нашего материала, большого количества наблюдений с осложненным течением после удаления опухоли, мы увидели, что очень практически никогда не бывает изолированного синдрома. Как правило, синдромы переходят или сочетаются. Один с другим. Также клиническая картина модифицируется. Потому что также этим синдромом сопутствует появление полигормональной недостаточности. Которая тоже влияет на натриевармин. И для тяжелого состояния, типично в реанимации, развитие отечного синдрома. Вот, посмотрите, как выглядит опухоль, да, который удаляется. Естественно, вы понимаете, что остается после этого от хиазмальной области. Здесь, естественно, происходит как опухоль, разрушение структуры, так и в процессе удаления дополнительная травма. Естественно, страдают практически все сферы гормональные, все структуры гормональной сферы. И понятно, что здесь речь идет о поле гормональном дефиците и очень многокомпонентном нарушении регуляции гомеосказа. Вот так мы представили вариации течения водных нарушений после удаления опухоли, опухоли хиазмальной сферной области у 151-го осложненного пациента. Дальше. Несахарный диабет, синдром неадекватной секреции вазопрессина, несахарный диабет. Это то, что и описывалось зарубежными авторами трехфазного течения. Дальше. Несахарный диабет, который может происходить, переходить через отечный синдром несахарного диабета. Естественно, вот эта ситуация происходит, развивается уже сами, понимаете, где-то через месяц после операции. Но это формируется на фоне адекватной заместительной терапии, когда нам удается сбалансировать гормональный фон. И, возможно, вариант сочетания несахарного диабета с соль-теряющим синдромом. Но по логике вы понимаете, что, естественно, все это возможно, потому что никто не говорит, что пострадает только одно звено запрессиновой регуляции. Естественно, могут страдать другие звенья гормональной цепи. Что, почему это важно? Потому что вы прекрасно понимаете, что терапия несахарного диабета, она имеет ровно противоположное направление с терапией синдрома неадекватной секреции вазопрессина. И здесь, естественно, нужна коллекция определенных действий. Здесь, например, помимо вазопрессина надо добавлять минералы кортикоиды, чтобы удержать объем крови, удержать натрия. Потому что здесь с потерями воды вместе будет теряться натрия. И мы должны понимать, что это происходит в определенное время. Здесь, как говорится, происходит некое распутье. И клиницист обязательно должен понять, куда сдвинется вектор, куда пойдет, где главное направление удара. Потому что если мы здесь будем в планном порядке давать препараты вазопрессина, мы ядрогенно усилим эндогенный выброс антидиоретического гормона. И можем получить выраженную ядрогенную задержку жидкости с массивами отекных и с очень тяжелым состоянием пациента. Естественно, вот здесь мы должны максимально тщательно и частно мониторировать параметры водной крыльтой обмены, чтобы понять, куда мы сдвигаемся. Так, это просто я еще привожу вам цифры. Это варианты течения. А дальше будет таблица. Вот смотрите, мы также, что нам помогает. Мы провели корреляцию этих вариантов течения с различными аналогично-потографическими вариантами и крайних ремьем. И вот, положим, в центре детского возраста с возрастными особенностями. И по этим данным мы можем примерно прогнозировать уже, как при осложненном течении примерно будет развиваться динамика водной крыльтой нарушения. У пациентов с черепно-возговой травмой гипернатория имеет до 16%, гипернатория имеет до 33%, СИАРШ и соль теряющих не более 10%. Причины после черепно-возговой травмы. Нарушение взаимосвязи форума, структуры, ствола мозга, гипоталама, гипотезарная структура, железная травма, непосредственное повреждение анатомическое, повышение внутрочерепного давления воздействия на гипоталама, гипотезарная структура, впоследствии стресс-реакции и повреждение непосредственно доклинных желез, сердечно-сосудистой недостаточности. Морфологические изменения. Это у пациентов с летальным исходом. Вы видите, что это, естественно, тяжелая травма. В каком высоком проценте мы видим травматические повреждения в структуре хиазмально-солярной воздействии. Половые и возрастные отличия вводных их порушений после тяжелой черепно-возговой травмы. У мужчин чаще. Вероятность наибольших в период 15-24 лет и после 75-ти. И очень высокий риск вводных их порушений в группе детей младше 5 лет. Факторы риска несахарного диабета. Томатозное состояние, переломы основания черепа, наличие крови в хиазмальной цистерне, острое сердечно-сосудистой недостаточность травмы грудной клетки, кровоизлияние в желудочную систему мозга, убить тит. Классификационный момент. Острый несахарный диабет преобладающий. И он же, он же является транзиторным. А отсроченный, в ряде ситуаций развивается позднее и связан с ишемией, предыдущая форма в основном связана с отеком, с интерфраниальной гипертензией. А отсроченный, который остается уже потом на длительный промежуток времени, уже есть непосредственно морфологические проблемы. Вот это важно, что он преобладающий вариант вы увидите дальше в терапии. Вот алгоритм терапии несахарного диабета после тяжелой черепной грудной травмы. Естественно, по заимствованию западных товарищей. Критерии полиурея. Избыточное введение жидкости гиперликемии монетол надо исключать. Если это работает и вызывает полиуреи, естественно, устраняется причина. Если нет, мы решаем вопрос, мозг жив или нет. Потому что если это пациент, потенциальный донор, у него мозг погиб, то здесь происходит агрессивная нормализация темпа диуреза с помощью введения внутривенного вазопрессина и восполнение дефицита воды. Если же мы боремся за мозг, то в первые сутки не происходит использование препаратов вазопрессина. В первые сутки мы работаем только восполнением дефицита свободной воды. И вы помните, что я вам в предыдущих слайдах показывал, что для черепно-мозговой травмы в остром периоде характерны имблиния транзиторного несахарного диабета. Поэтому, естественно, мы ждем, возможно, в силу коррекции отека мозга, нормализации общего состояния пациента, произойдет спонтанный регресс этих имблиний. Однако, если это не происходит в течение суток, то уже начинают использоваться препараты вазопрессина с постепенной нормализацией темпа диуреза. То есть, фактически, вот эта вся ситуация растягивается на несколько суток. И задача в том, чтобы плавно компенсировать снижение натрия и потихоньку исполнять дефицит свободной воды, не допуская агровации отека мозга и энтрополиальной микрофленировки. Полиурия у пациентов череп-мозговой травмы. При использовании монитов с эктемпирезом, но осмолярность мочи высокая. При полиурии, вызванной дефицитом антидерротического гормона, отмечается низкая осмолярность мочи. Гипонаприимическое состояние после тяжелой череп-мозговой травмы. Синдром неадекватной секреции вазопрессина до 16% и довольно редок, суетеряющий синдром. Сроки развития синдрома неадекватной секреции вазопрессина. Большинство наблюдений – это острый период, первые и третьи сутки. Отсроченные развития и персистирующие формы связаны с формированием гидроцефалии, развитием генингита или использованием зеленых медиками. Особенности водоохранительных нарушений после суперкендалин-произделения. Частота развития очень высока гипонатриимии. Несахарный диабет довольно редкое явление после суперкендалин-произделения. Несахарный диабет может быть в остром периоде при анивизе в передней соединительной артерии, когда анивиза непосредственно действует на хиазмой и усиллярной структуре, на степель гипофиза, непосредственно вызывая его механическую компрессию. И также отсрочен на фоне тяжелого суперкендалин-произделения, когда развивается пангиперкеталитаризм и повреждение вторичного гипоталамуса. Гипонатриимия – риск у тяжелых пациентов. 3-4 балла по конхез и с гидроцепальным расширением желудка. Гипонатриимия – независимый фактор неблагоприятного исхода в кислородин-произделения. Основная причина гипонатриимии – натриорез. Следующая за это гиповолемия повышает риск развития симптоматического вазоспазма и шинеминоза. Вот так вот схематично представлен генез гипонатриимии у пациентов с уморкендалин-произделением. Выброс мозгового пресерва натриоретического пептида, затем полиуре с потерей натрия. Сначала идет натрия, затем выделяется жидкость. Развивается гиповолемия и гипонатриимия. А вот на это уже, вы помните, что гиповолемия является одним из стимулов для выброса АДГ. Выбрасывается антигипетический гормон. И при этом развивается устойчивая гипонатриимия при относительной норме болемии. То есть вот такая вот ситуация. Потому что здесь работает несколько патофизиологических компонентов. Сроки развития ввода как нарушения гипонатриимии и спазма совпадают. Сочетание гипонатриимии и вазоспазмов трекратно повышает риск развития ишемии. Это важная проблема. Неврологические эффекты гипонатриимии могут маскировать неврологический дефицит от ишемии и вазоспазмов. Терапия. Необоснованное использование гипотонических растворов и дегидратации пофису гормонатриимии. Показание мониторингу лимического статуса у пациентов с использованием комбинации центрального венозного давления, баланса жидкости, веса тела. Использование флотокортизона, это облигатный минералокортикоид с минералокортикоидной активностью в несколько сотен раз выше, чем у гидрокортизона, и гипертонического раствора натрия хлорида обосновано при коррекции гипонатриимии. При реальной ситуации может быть обосновано ограничение объема ванимой жидкости для поддержания норовы гумии, если подразумевается синдром неадекватной секреции вазопрессина. Но это надо очень четко и тщательно диагностировать. Заключение. Для опухоли головного мозга, черепозговой травмы, субординальных прыганий характерны особенности водных нарушений, о которых мы с вами говорим. Это, первое, различные стройки развития синдромов водных повышений. Далее, преобладание отдельных синдромов при различных вариантах повышения мозга. А также своя специфика сочетания трансформаций при различных проблемах. Естественно, интенсивным терапевтам надо это понимать, потому что, когда планируешь свои действия, когда знаешь свои планы, легче и быстрее отвечаешь на сложившиеся и случившиеся проблемы. Вот еще раз. Динамика водных нарушений после опухоли, удаления опухоли, хиагмалис и атомов. Факт операции. Сутки. Вот такая вот схема, которая имеет определенные временные привязки, которая помогает нам планировать свои действия. Еще раз. Здесь мы не можем в планном порядке назначить заместительную терапию и сахарного диабета, потому что мы ждем трансформации. А вот здесь, вот здесь мы уже можем в планном порядке подбирать заместительную терапию и автономизировать пациента. Вот такая ситуация после черепно-мозговой травмы. Видите? Сроки. И вот такие вот явления. Естественно, это тоже нам помогает понимать примерно, что в определенные сутки и определенные периоды после травмы мы наиболее вероятно столкнемся с тем или иным синдромом водных нарушений. Вот такая ситуация после суммархидальных провознений. Понимание специфики водных нарушений при черепе сговорот раны с углублитой и опухой мозга позволяет прогнозировать динамику водных нарушений, планировать интенсивную терапию, минимизировать воздействие гипогипернатриемии, гиповаремии, побочных инфектов на поближденный мозг. Водных наше стоит, там их лекции есть. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.